МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Святейший патриарх Московский всеярусик Кирилл посетил Дивеева. Глава Русской Православной Церкви совершил чин великого освящения Благовещенского собора в Дивеевском монастыре. Мечты о будущем города в Сарой прошел молодежный форум. Герой Нортоста 23 октября исполнился 20 лет со дня гибели саровчанина Константина Васильева в театральном центре на Дубровке. Далее расскажем во всем подробно. Святейший патриарх Московский всеярусик Кирилл совершил чин великого освящения Благовещенского собора в Дивеевском монастыре и божественную литургию в новоосвященном храме. Глава церкви отметил, что Дивеевская обитель всегда отличалась совершением добрых дел. И сегодня здесь многое делается для того, чтобы ближнему было жить легче. Но главное, что здесь совершается, это горячая молитва за наше Отечество. Величие храма, созданного в память и на месте, где нес свое служение дивный старец преподобный Серафим, является выражением веры современного русского человека православного. Есть свидетельство его способности жертвовать. Есть свидетельство его способности разделять с другими то, что он имеет. И поэтому моя большая благодарность всем, кто внес свои средства в созидание этого замечательного, величественного храма в память, конечно, преподобному Серафиме. Также состоялось вручение церковных наград. Во внимание к помощи в строительстве Благовещенского собора, Свято-Троицкого, Серафима-Дивеевского женского монастыря наградили Игоря Комарова, полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, орденом преподобного Серафима Саровского второй степени, Глеб Никитина, губернатора Нижегородской области, патриаршем, знаком храма строителя. Чего не хватает Сарову? Как улучшить жизнь нашего города? Ответы на эти вопросы искали участники форума молодежных инициатив. В результате мозгового штурма и бурных обсуждений предложили шесть проектов, после чего прошло голосование за лучшую инициативу. На форуме побывала и наша съемочная группа. Экономика, культура, городское пространство, молодежная политика, наука и общественно-политическая секция. По этим направлениям работали участники форума молодежных инициатив, который прошел в молодежном центре. Формат мероприятия предполагал случайное разделение участников по секциям. Перед ними стояла задача выявить актуальные для города проблемы в конкретной сфере и найти пути их решения. Возможно, кто-то уже пришел с какими-то наработками, но я так думаю, что сегодня будут определенные кейсы, которые можно будет решить и сгенерировать какую-то новую идею, которой придется всем по душе и получит восторженные отзывы о том, что да, в Сарове надо такое. Почему решил принять участие здесь? Ну, во-первых, это знакомства новые для себя открываю, большие знания. Надеюсь, что получу здесь. Пока мы сюда пришли, очень радует атмосфера. Все улыбаются, знакомятся. Атмосфера очень доброжелательная. Организовало мероприятие молодежная палата при городской думе города Сарова. В форуме приняло участие около 60 саровчан в возрасте от 16 до 35 лет. Некоторые участники секции даже были незнакомы друг с другом. Однако неловкость в общении быстро сменили бурные дискуссии и обсуждение актуальных городских проблем. Направляли и давали советы участникам приглашенные эксперты. На форум также пригласили председателя молодежного парламента при ЗАГС собрании Нижегородской области Артема Савина. Саров – это, наверное, такой город тайн. С одной стороны, это тайны научные, с другой стороны, это тайны национальной безопасности. Но в то же время это и город прорывных открытий, город невероятных мыслей. Поэтому я бы очень сильно хотел, чтобы те молодежные инициативы, которые мы будем обсуждать, они действительно были прорывными, как и полагается, в Саровской земле. Я уверен, что как бы то ни было, но результат сегодня будет положительный. Хотя бы потому, что вы не просто придете и чем-то поделитесь, вы поработаете вместе и познакомитесь. Чем больше таких площадок для пересечения разной молодежи, которая сегодня есть в городе, у нас будет, тем будет лучше. В результате мозгового шторма и бурных обсуждений команды представили шесть проектов. Лучшие из них выбирали голосованием. Победила секция «Экономика промышленности предпринимательства», презентовавшая проект «Алые паруса Сарова». Его реализуют с помощью молодежной палаты. Молодежный центр проводит конкурс «Сходню народного единства». Принять в нем участие могут саровчане от 14 до 35 лет. Среди номинаций «Русское слово», «Пою тебе страна родная», «Семейное прочтение» и другие. Работы принимают до 1 ноября. Подробности в группе молодежного центра ВКонтакте. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов дадут гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации. Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Отсрочка будет действовать в течение всего периода прохождения военной службы еще несколько месяцев после ее завершения. Это будет зависеть от вида платежей. Кроме того, в Нижегородской области мобилизованных жителей региона освободят от уплаты транспортного налога. Решение принял губернатор Глеб Никитин. Таким правом на одно транспортное средство смогут воспользоваться собственники легковой машины с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил или мотоцикл с мотором до 36 лошадиных сил или моторные лодки с мощностью двигателя до 30 лошадиных сил. Детская художественная школа объявила о проведении городского фестиваля художественного творчества под названием «Я и Саров. Мечты о будущем». Номинации «Изобразительное искусство», компьютерная графика, плакат, декоративно-прикладное творчество, скульптура. Организаторы предлагают представить Саров будущего и пофантазировать о том, кем будут его творцы. Работы принимают в самой художественной школе вместе с заявкой участника до 15 февраля. Положение о конкурсе можно найти на сайте школы. Саровские кинологи приняли участие в межрегиональных волонтерских соревнованиях по поиску пострадавших людей. В условиях, максимально приближенных к реальным свои навыки, проверяли опытные и начинающие волонтерские кинологические расчеты. Саровчане нашли в лесу условных потерявшихся меньше, чем за 20 минут и вошли в тройку победителей. Первое место занял Алексей Кирпичев и бернский Зининхунд «Яролаш». Второе место у Валерия Воеводы и лабрадора «Титана». Всего в соревнованиях приняли участие 20 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Ярославля, Нижнего Новгорода и Сарова. Настоящий герой Норд-Оста 23 октября исполнил с 20 лет со дня гибели саровчанина Константина Васильева. Офицер пожертвовал собой, пытаясь спасти заложников. В канун гибели Константина Васильева в его родной 20-й школе прошли памятные мероприятия. При входе в 20-ю школу стенд с надписью «Памяти героя». В этом году, 24 октября, исполнилось 20 лет со дня гибели Константина Васильева. Его имя стало известно после трагических событий, которые произошли на Дубровке в Москве. Константин Васильев, услышав о захвате заложников в здании театрального центра, решил освободить людей ценой собственной жизни. Он вступил в переговоры с террористами и предложил себя в обмен на детей. Боевики расстреляли Константина в упор. На момент смерти ему было 35 лет. Мы его считаем героем, действительно. И со слов учителей, это был очень ответственный, очень душевный человек, который действительно любил родину, любил своих родителей, был спортивным, опять же, глубоко верующим человеком. Подполковник юстиции Константин Васильев – наш земляк. Учился он в 20-й школе. Экспозицию памяти открыли в его родной школе. В первую годовщину гибели Константина. Личные вещи героя музею передали его боевые товарищи и родственники. Китель Константина Васильева принесла в школу его мама, ныне покойная Надежда Степановна. Ежегодно в этот день педагоги рассказывают ребятам о подвиге мужественного и решительного офицера. Проводят экскурсию по уголку памяти. Он хотел спасти многие жизни. И обменять на себя, себя на детей, которые там были. Похранили его в нашем кладбище. И когда его хранили, там был запах яблок. Заложников на Дубровке в Москве захватили 23 октября 2002 года. Группой 40 вооруженных чеченских боевиков удерживало в течение трех дней 916 человек из числа работников, зрителей и актерского состава мюзикла «Норд-Ост» в здании театрального центра. По официальным данным, при теракте погибло 130 человек. В 2004 году подполковник Константин Иванович Васильев посмертно награжден Орденом Мужества. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. О новых постановках и фестивалях, курьезах на сцене и поступлении в театральные вузы. 60 учеников из разных классов гимназии номер 2 и школы города пришли в Саровский драматический театр, чтобы пообщаться с заведующей литературной частью Ольгой Логиновой и актрисой, режиссером Юлией Петрушиной. Этот разговор стал частью проекта «Классные встречи» российского движения школьников. Как стать актером или просто прийти на работу в театр? Что делать, если забыл слова на сцене? Как создать детский спектакль? Как выбрать постановку, которую стоит показать саровчанам? В храме искусства театре активисты российского движения школьников и детской палаты «Галактика» смогли узнать все интересующие их вопросы, прикоснуться к театральной жизни, узнать секреты закулисья. На откровенный разговор вызвали актрису и режиссера Юлию Петрушину и заведующую литературной частью Ольгу Логинову. Если для Юлии выступление перед большой аудиторией уже привычное дело, то для Ольги это был совершенно новый опыт. Им интересно, и мне оказалось очень интересно рассказывать какие-то истории из своей жизни. Где-то я уже через полчаса я поняла, что я абсолютно их не боюсь, что я могу быть с ними открытой. Так здорово, что их интересует и театр, и какие-то такие довольно глубокие вопросы и про литературу, и про жизнь, и про мир. Чудесные дети. Кого-то из ребят интересовало, как поступить в театральное училище и стать актером. Своим опытом поделилась Юлия Петрушина. Также актриса дала несколько практических советов. Самые смелые ребята вышли на импровизированную сцену и почитали стихи, заработав и искренние аплодисменты. Это просто потрясающая встреча, потрясающие люди, потрясающие эмоции. Это настоящий куш, которым надо воспользоваться. Встретиться с настоящими актерами, режиссерами, узнать очень много нового для себя, зарядиться мотивацией, делать что-то новое, важное для других людей и испытывать для этого настоящее счастье. Разговор о театре – часть большого проекта «Классная встреча» российского движения школьников. До этого ребята уже ходили в художественную галерею и принимали спикеров у себя. Среди их гостей были волонтеры из Донбасса и военные кинологи, хореографы и многие другие. Проект «Классная встреча» рассчитан на школьников с 7 до 17 лет. Это могут быть любые школьники из разных школ города и принять в нашем проекте и они смогут активно участие. Целью, наверное, в том числе является профориентация, чтобы ребята понимали, куда они могут поступать после 11 класса и определиться со своей будущей профессией. По традиции, классная встреча завершилась общим фотографированием участников. В спортивной школе «Икар» за год на работу пришли сразу четыре новых тренера. Они обучают юных саровчан чирлидингу, самбо, бегу и футболу. О впечатлениях от работы, планах на будущее тренеры рассказали нашей съемочной группе. Александр Мачкаев занимается с детьми уже много лет. Сначала долгое время работал тренером по лыжным гонкам. Затем перешел в школу учителем физкультуры. Наконец, в этом году он присоединился к дружному коллективу спортивной школы «Икар». Теперь Александр вместе с своей супругой, заслуженным тренером РФ Мариной Мачкаевой готовит юных чемпионов на отделении легкой атлетики. Наша задача упор делать. Я в первую очередь делаю не то, что на результат. Результаты само собой. Наша задача в первую очередь воспитать здоровое поколение, которое будет ценить, любить и уважать взрослых. Ну, а результат он приложится, если есть трудолюбие. У Евгения Землянка за плечами полтора месяца работы тренером. Молодой человек приехал в наш город после того, как отучился на учителя физкультуры. У Евгения несколько команд футболистов. Он ведет занятия у семилетних малышей, которые делают первые шаги в спорте и тренирует ребят 2013 года рождения. С 2015 годом мы собираемся пока что познакомиться. То есть, вот я сейчас пришел, они тоже пришли, только начали заниматься и так далее. Вот поэтому у нас сейчас в основном это игры на развитие общих каких-то физических качеств. А насчет 2013 года у нас в скором будущем будут соревнования. Вот, вроде бы, в городе Саранск. Мы туда поедем, будем играть со старым 6 плюс 1, то есть, через полевых 1-2-3. Среди новых тренеров Икара титулованный спортсмен Максим Тарасов, чемпион мира и Европы по боям без правил, чемпион мира по панкратиону. Стены Икара для него родные. В детстве он тренировался здесь под руководством заслуженного тренера России Виталия Михайлова. Виталия Карловича уже нет с нами, но Максим в своей работе следует заветам наставника. Хоть коллектив большой, но все равно надо где-то индивидуальные моменты искать, потому что каждый спортсмен, каждый ребенок, он и по характеру, и по физическим возможностям, по координации, по скорости, все разные. Поэтому базу закладываем одинаковую, но потом, когда уже они переходят на определенный другой уровень, на другой этап, там уже индивидуально каждому, потому что каждый один и тот же прием все делают совершенно по-разному. Есть среди новых тренеров и девушка Анастасия Новгородова, обучая девочек черлидингу. Этот вид спорта совмещает в себе элементы акробатики, гимнастики и танца. Сейчас у Анастасии три группы детей от 6 до 14 лет. Самое главное в работе тренера, считает девушка, это любовь к детям. Взаимопонимание с родителями тоже очень важно. И умение преподнести себя правильно, чтобы дети тебя считали другом, наставником, а не просто чтобы они на тренировку приходили с радостью. Как говорит Анастасия, интерес к черлидингу большой, группы переполнены, но в следующем году девушка планирует открыть еще одну. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА